Требования водителей маршруток сегодня выслушали чиновники Бишкесской мэрии. Как и обещали, собрали перевозчиков вместе на фоне слухов о том, что водители бусов собираются митинговать. Несколько дней назад на Ужском рынке им раздавали листовки с призывом выйти на акцию протеста 14 января. В ассоциации перевозчиков это назвали провокацией. Я не знаю откуда эти слухи и не знаю даже откуда эту информацию в интернете. Поверьте мне, я хоть и возглавляю ассоциацию, у меня 17 перевозчиков из 41. У нас таких нет. И у других, уверен, нет. А вот эти требования кто распространяет, не знаю. Недовольство у водителей бусов есть. Их сегодня они и высказали чиновникам. Уже не первый год транспортники требуют повысить тарифы за проезд в маршрутках. Но столичная власть, опасаясь недовольства горожан, не решается на столь непопулярный шаг. В ответ на это в апреле прошлого года водители устроили бунт, не вышли на линию. А теперь еще и повысили штрафы за нарушение ПДД. Проехал на красный 3 тысячи сомов, не пристегнул ремень, еще тысяча, перегруз в маршрутке 3 тысячи. Нет, мы на это не согласны. Если будут рассчитывать в соответствии с нашим заработком, то да. То 3 тысячи, то 5 тысяч. Насчет штрафа за вождение в нетрезвом состоянии мы согласны. Даже 17 тысяч за такое мало. Если возить пассажиров в соответствии с количеством сидений, то ведь так весь город будет переполнен маршрутками. Час пика и так не хватает в городе общественного транспорта. Новые правила расписаны в новом кодексе и действует он с начала этого года. И не соблюдать его водители маршрутных такси не могут, подчеркивают дорожные инспекторы. Сколько происходит аварий на дорогах столицы и к тому же с участием маршруток, ни для кого не секрет. По отношению водителей, автоперевозчиков оставляет поведение, желает лучшего. Ну, над этим вопросом работаем. Ежемесячно, ежеквартально мы встречаемся с руководителями автоперевозчиков. В этом направлении тесную работу проводим, с ними доводим. Сегодня тоже одна из встреч была в этом направлении, чтобы разъяснить, довести до водителей, что и по новым кодексам будут штрафы. Все, вы знаете, на весе повысили штрафные санкции. Ну, пусть не нарушаете, я думаю, и в этом мы когда-то должны прийти к порядку. Каждый человек, я думаю, должен уже работать над собой. В ассоциации перевозчиков заявляют, что уже много водителей поменяли место работы, ушли туда, где лучше заработок. На сегодня, чтобы покрыть город, не хватает 800 маршрутных такси. Цена на солярку выросла на 15 сомов. В мэрии к требованию повышения стоимости за проезд относятся с пониманием. Но просят понять и жители города. Ведь не все смогут себе позволить платить за проезд больше, чем сейчас. Сегодня с увеличением ГСМ, да, с 2012 года тариф не поднимался. В этом вроде вопрос актуальный. Но прежде чем поднять тариф, мы сегодня должны провести определенные процедуры. Мы должны довести до населения информацию. И поднятие тарифа не должно быть значительным. Поэтому мы предполагаем, что в районе где-то 12 сомов будет дневной проезд и вечерний проезд. После 8 часов или 9 часов будет 15 сомов проезд по городу Бишкек. Эти расчеты муниципалитет уже передал в антимонопольный комитет и в профильный комитет Горки-Неша. Повышение тарифов, отмечают чиновники, ожидается не скоро, а в течение 3-4 месяцев. Анастасия Соболева, Майрим Ташебекова, Урмат Мамиталиев, НТС.